Бой в самом разгаре. Афганские маджахеды отчаянно сражаются с советской армией. Так в музее джихада в городе Герат на западе Афганистана показана война, начавшаяся в 1979 году после вторжения СССР. Наш экскурсовод принимал в ней непосредственное участие, причем с советской стороны. Его зовут Бахриддин Хакимов. Он говорит, что служил в войсках КГБ. Иногда это было похоже на шторм. Пули сыпались градом и на нас, и на афганцев. Но афганцам было гораздо тяжелее. Это фотографии примерно 40 советских военнослужащих, пропавших без вести в боях под Гератом. Есть здесь и Хакимов. Он говорит, что попал в плен с товарищами, и никто не пытался его вызволить. Тогда он принял ислам и начал воевать в рядах афганского сопротивления. Хакимов отказывается говорить, сколько афганских и советских солдат он убил. Я был в зол из-за того, что советская армия бросила нас в беде. Отчасти потому я и начал с ней воевать. Почему нас никто не искал? Почему им не было до нас дела? На этих архивных кадрах исламские боевики и отряды афганских повстанцев, которые заняли Герат в 1992-м. Но мир в городе продержался недолго. В 1995-м контроль над Гератом перешел к Талибану, который стал насаждать радикальную версию ислама. Хакимов стал талибом и сейчас с теплом вспоминает о том, как был телохранителем военного главы Талибана в Герате Мулы Бородара. Они неплохо ко мне относились. Хорошие были люди. Я был водителем танка Мулы Бородара. Возил его на танке, куда он скажет. Власть Талибана закончилась в 2001-м году, когда в Афганистан вторглись войска США и их союзников. Хакимов снова перешел в стан противника. В этом особняке живет Исмаил Хан, когда-то полевой командир маджахедов, воевавших с советскими войсками. Бывший губернатор провинции Герат до сих пор считается одной из самых влиятельных фигур в западном Афганистане. Он знаком с Хакимовым много лет под его мусульманским именем Абдулла. Абдулла очень хороший человек. Он не хотел возвращаться в Россию. Здесь он два раза женился. Мы решили, что ему подойдет работа в музее, где он может своими словами рассказать правду о войне. Хакимов живет здесь уже три года и чувствует себя как дома. Его жена Джамиля родом из Герата. Она говорит, что Хакимов стал настоящим афганцем. Моему отцу и братьям он нравится. Семья счастлива, что я вышла за него замуж. Мы не думаем о том, что он из России или Советского Союза. Мы считаем его коренным жителем Герата. Но у Хакимова есть семья и в России. Он не видел брата и сестру с тех пор, как его послали на войну. 35 лет назад. Последний раз он говорил с ними по телефону несколько лет назад. Если бы хотели, они могли бы сюда приехать. Может, российские власти им запрещают? Я не знаю. У них спросите. Если бы хотели, могли хотя бы в Кабул приехать и со мной встретиться. После разговора с нами Хакимов болтает с соседями у своего дома. Кто-то сочтет его предателем. Сам он считает себя афганцем. Субтитры создавал DimaTorzok